Эрнест Хемингуэй — кумир нескольких поколений читателей. Его книги и поклонники цитируют наизусть как Новый Завет и знают на зубок богатую событиями биографии. А вот что касается смерти, об этом более полувека ходили самые разные версии. А биографы и поклонники писателя терпеливо ждали наступления 2011 года. И вот почему. В 1963-м последняя жена Хемингуэя Мэри Уэлш согласилась раскрыть тайну смерти мужа американской журналистки Дебори Коули. «Все, что я вам расскажу, может быть предано гласности только через 25 лет после моей смерти», — сказала Мэри. Сама она скончалась в ноябре 1986 года. Нет уже на свете и той журналистки. Так в чем же призналась вдова Хемингуэя более полувека назад? Вряд ли в мире есть другой писатель, который настолько ярко олицетворял бы собой мужское начало. Его смелость и стойкость судьба испытывал не раз и всегда проигрывала. Семь автоаварий, пять авиакатастроф, десятки переломов, сильнейшие ожоги, неоднократные сотрясения мозга. Он волочился за женщинами, менял любовницы, жен, до самой смерти очаровывал молоденьких медсестер и журналисток, много пил, помогал слабым, бросался на помощь друзьям. Отказывался понять, почему его любимый младший сын Грегори мечтал стать женщиной. И вдруг этот сильный человек, папа Хэм, начинает понимать, что не может писать. Победивший на президентских выборах Кеннеди просит, чтобы именно Химингуэй написал одну из первых его речей. Но за десять дней из-под пера писателя выходит всего лишь один абзац. «О чем следует заботиться человеку?» спрашивал себя Химингуэй. «Беречь здоровье, хорошо работать, есть и пить с друзьями, получать удовольствие в постели. Я всего этого лишен». Выход напрашивался сам собой. С такой жизнью пора было заканчивать. Через два года после смерти Химингуэя, взяв слово, что та будет 25 лет хранить молчание, Мэри Уэлш позволила журналистке Дебори Коули записать сенсационные признания. «Второго июля он был еще живым, когда я спустилась в холл. Он прижимал к себе ружье и плакал. Его руки тряслись так сильно, что он все время ронял патроны и не мог вставить их в магазин, как ни старался. Я знала, что для него все кончено. Но сам себя убить он уже не мог. Он умолял об этом меня. «Ты должна помочь мне, пожалуйста, дорогая!» Он отдал ружье, перекрестился и начал громко молиться. «И я», признала журналистке Мэри Уэлш, приложила дуло к его лбу. Была такая слепящая белая вспышка, которая потом стала розовой. Безголовое тело папы завалилось назад из жуткого месива, в которое превратилась его голова, фонтаном била кровь, заливая стены и кафель. Папа был мертв. Итак, великого Хэма убила Мэри Уэлш, жена номер четыре. Ее считали посредственной журналисткой, которая таскалась за войсками во время Второй мировой войны, добывая материалы при помощи собственного тела. Хемингуэя, кстати, был первым, кто обозвал ее обозной шлюхой и стервятником. Но такая характеристика не побешала ему на ней жениться. Друзья Хемингуэя замечали, что свое вдовство Мэри планировала задолго до 2 июля 1961 года, мечтая получить состояние писателя. Но почему же она мечтала о смерти супруга? Дело в том, что в 1959 году Хемингуэй всерьез увлекся другой женщиной, 19-летней журналисткой Валерии Дэнби Смит. Мысль о том, что вдовой и наследницей состояния Хемингуэя может стать такая вот глупышка, убивала Мэри Уэлш. Поэтому все, что происходило с папой в те годы, она использовала с оглядкой на себя, любимую. Согласилась, чтобы от депрессии мужа лечили электрошоком. Как он не упрашивал, чтобы его не подвергали таким процедурам, Мэри была непреклонна. 11 сеансов электрошока разрушили интеллект и память писателя. Папа забыл о том, что пережил многие страницы его богатой биографии, откуда он часто черпал сюжеты для своих книг, были просто-напросто стерты электрошоком. Убивать мужа Мэри Уэлш начала в ноябре 1960 года, когда согласилась, чтобы того лечили электрошоком, а точку поставила 2 июля 1961-го, лично нажав на курок. Кстати, журналистка Валерии Денби Смит, из-за любви к которой папа Хэм и поплатился жизнью, в конце концов все же стала Валерии Хемингуэй. Она вышла замуж за сына писателя, того самого Грегори, который отчаянно боролся с собственным естеством. Об этом нам в школе тоже не рассказывали. Валерии Хемингуэйнг, сэрбэйм, 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 сэрбэйм,